Всем привет, ребят! С вами Сюзанна, и сегодня у нас снова будет очень необычное видео. Для него я специально нарисовала три вот таких вот, ну, более-менее одинаковых рисунка. Вот этот вот мой был первый набросок, я сделала ему лайн и потом перевела вот эти вот два. Итак, первый рисунок мы попытаемся раскрасить за 40 секунд, второй уже немного больше, это 4 минуты, и на третий мы даем времени аж 40 минут. И делать я это буду не маркерами, а ручками, да-да, именно ручками. В этой пачке находится 60 штук. Если что, ребят, ссылочку на магазин, где можно приобрести точно такой же набор и много разной канцелярии, я оставлю внизу в описании под этим видео. Обязательно переходите и смотрите весь ассортимент. Что ж, ну а я могу сказать, что это прям зачетный такой набор, никогда не видела так много ручек сразу, очень залипательно выглядит. На колпачках такие яркие, сочные цвета, надеюсь, что в жизни они будут точно такими же. Смотрите, в наборе есть 5 видов ручек, это глиттер, фэшн, металлик, неон и пастель. Я выбрала все голубые, чтобы была видна разница. Давайте по-быстренькому сделаем каждого из них небольшой сводч. Я подписала какой-то тип ручки. Блин, плохо, что камера не так хорошо передает, как я это вижу вживую. Потому что одни ручки здесь блестят, классно переливаются, другие наоборот пастельные, неоновые. Не знаю, заметно вам это или нет, но вроде бы немного. В общем-то, ладно, для сегодняшнего эксперимента нам понадобится телефон, как всегда. Ну и на нем мы читаем время, для первого рисунка это 40 секунд. Короче, не буду долго вас томить, сразу нажимаем и приступаем к работе. Естественно, это нам не маркеры, которые окрашивают за считанные секунды огромные участки рисунка, и в принципе за 40 секунд с ними можно сделать, ну, что-то более-менее. Здесь, как видите, очень сложно работать быстро, невозможно сосредоточиться, потому что время безумно быстро уплывает, и ты такой раз, два, три раз черкнул, и все, уже все, ничего нет. Но благодаря тому, что ручки хорошо пишут, хорошо наносятся на бумагу, я смогла хоть что-то окрасить. И в итоге за 40 секунд у нас вот такой вот результат. Но это было сложно, потому что времени очень мало. Теперь берем второй рисунок и выставляем таймер уже на 4 минуты. Честно, не думаю, что у меня получится окрасить хотя бы на 30%, но все-таки я очень постараюсь сделать намного больше, чем было это в первый раз. Хотя даже с теми 40 секундами я почему-то была такая самоуверенная, думала, что мне, ну, выйдет реально больше заполнить пространство, но, к сожалению, нет, увы, здесь тоже как бы не особо получается, хотя я действительно безумно тороплюсь. Но давайте, пока я в спешке рисую, скажу вам, что мне очень нравятся оттенки данных ручек, они действительно совпадают с колпачками. Очень яркие цвета, насыщенные. Я беру в смешку и блестящие, и неоновые, и пастельные, все абсолютно, я их никак не отделяла, просто вытащила из коробки, и все. Правда, я заранее не рассчитала, что, ну, смотрите, вот ручек 60 цветов, и ты стоишь минуту, ну, может, порядка 20 секунд, все равно выбираешь, какой же цвет тебе взять следующим. И вот именно этот момент забирал мне достаточно много времени. Почему-то я так лоханулась, ну, ладно. В принципе, тут у меня получилось раскрасить так себе больше, конечно, чем в первый раз, но все-таки я не особо довольна своим результатом скорости. Все-таки гелевые ручки – это не то, чем рисуют в торопях. Но, ребят, делаю это ради вас, ради такого вот эксперимента, потому что безумно много человек просило сделать именно с ручками. Я вообще планировала делать подобное видео именно с карандашами, но ручек все-таки запросов было больше. Поэтому, да, мне как раз прислали вот такой вот шикарнейший набор, поэтому почему бы не затестить, не сделать вот такой вот экспериментик. В итоге цветов я задействовала побольше, чем в первый раз, но под конец прям психанула жестко, начала хаотично все раскрашивать, и такой вот результат мы получаем. А теперь, ребят, давайте, прежде чем начать третий раунд, покажу вам немного новогодней классной атмосферы. Недавно была в торговом центре, он уже вовсю украшен, столько всяких крутых штучек продается, просто все хочется скупить, безумно красиво, мило и реально очень хорошо поднимает настроение. Поэтому, ребят, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим новым 2022 годом и пожелать вам всего самого-самого хорошего. Надеюсь, что 2022 год принесет только море радостей и отличных воспоминаний. Так что давайте, не болейте, не грустите и встречайте праздники с позитивом. Кстати, напишите в комментариях, а кто из вас уже нарядил елку, потому что я это сделала еще 15 декабря. Ну а почему бы и нет, имею право, еще и игрушечек подкупили. Все, минутка релакса закончилась, и мы продолжаем работать. На очереди посредний третий рисунок, для которого мы выставляем таймер на целых 40 минут. Слушайте, но его мы должны раскрасить намного лучше, чем предыдущий, это просто без сомнений. Но, ребят, я опять же не уверена, что я успею вот прям реально, успею полностью ее окрасить. Типа, да, я буду стараться, я не буду прям очень-очень сильно спешить, но все-таки спешка, она будет присутствовать. Ибо, если учесть 40 минут для маркеров, то там торопиться не стоит, в принципе. Но ручки, нет, ручки это совсем другое дело, тут торопиться нужно. И, к сожалению, такой переломный момент случился в моих действиях. Это то, что я просто взяла и потратила целых 10 минут на то, чтобы найти нужный мне фиолетовый оттенок для ее волос. Хотя первые два рисунка я окрашивала одним фиолетовым цветом, которым я собиралась окрасить и третий рисунок, но я не понимаю, куда он делся. Он просто каким-то магическим способом, я не знаю, но он исчез. Я просто испарился, я не стала ставить на паузу, не стала переделывать видео, потому что, блин, я же уже раскрасила ей глаза, некоторые детальки, и что мне делать, заново что ли начинать? Ну, это было бы как-то странно. И в какой-то степени нечестно, потому что многие детали окрашены, и тут уже никак не начнешь. Поэтому я старалась, я старалась, насколько это возможно, настолько быстро найти этот фиолетовый оттенок, но я не смогла этого сделать, понимаете? Вообще не смогла. В тот момент это была дикая паника, честно. Я не могу описать мои чувства, мои эмоции, слова. Я словила настолько какую-то паническую атаку. Я, блин, так долго искала этот цвет. Я думаю, ну невозможно. Ну вот перед моими глазами лежат там 6-7 оттенков фиолетового, и просто ни один не подходит. Ни один. Короче, либо я слишком сильно переволновалась, и действительно там был какой-то из этих цветов, которым я пользовалась изначально, но я что-то его не заметила, или подумала, что он все-таки не подходит. Короче, это жесть. Это была полная жесть. Но все-таки я психанула, и такая, ладно, возьму любой самый светло-фиолетовый, и буду уже окрашивать им. Поэтому работа потом пошла быстро. Не сказать, что прямо на ура, но все-таки намного быстрее. Я стала вырисовывать, не пропуская никакие детальки, ничего не пропуская. Я пыталась все закрашивать полностью, чтобы не было пробелов. В принципе, это сделать возможно, и достаточно быстро. Это не заняло у меня прям уйму времени, хотя изначально я думала, что на крас ее черных волос и черного топа, вот этого вот на пуговицах, короче, черного костюма. Я думала, у меня уйдет, наверное, минут 20, но на самом деле нет, это случилось достаточно быстро. Сами ручки по качеству мне нравятся. Я, скорее всего, буду в дальнейшем им пользоваться, хотя не так часто, потому что ручками, как вы знаете, я пользуюсь максимально редко, и вообще, наверное, на какие-то праздники, в редких, суперредких случаях. Чисто сегодня взяла только для того, чтобы их протестировать, посмотреть, как оно, что оно, и насколько быстро можно с помощью них окрасить рисунок. Да, и все. Много раз говорила, что не фанат ручек, но здесь и по качеству, и по оттенкам. Они очень классные, достаточно хорошо наносятся. Не нужно делать кучу штрихов, чтобы закрасить какой-то участок, поэтому, да, ручки достаточно качественные, вот, и, в принципе, достойные для того, чтобы быть в арсенале у любого художника. Еще мне нравится одна деталь, то, что они могут закрасить предыдущий слой, даже если он темнее, чем верхний. Получается, с помощью этого эффекта можно сделать градиент, либо какой-то плавный переход, и это огромный плюс. К сожалению, я не смогла ими полностью насладиться, как-то аккуратненько все раскрасить, совершенно не спеша, потому что, если бы я раскрашивала ручками вот такой вот небольшой рисунок, то, скорее всего, я бы на его полный покрас потратила бы часа два. Но здесь мы имеем всего 40 минут, и нужно как-то выкручиваться и торопиться. В принципе, если вы хотите, чтобы я не спеша раскрасила полноценный рисунок этими ручками, то напишите мне об этом в комментариях. Я обязательно попробую еще раз их затестировать и уже сказать более объективное мнение. Хотя даже сейчас, когда я тороплюсь, могу с точностью сказать, что эти ручки одни из самых классных, одни из самых качественных, которыми я когда-либо рисовала. Потому что для того, чтобы полностью плотно закрасить какой-то участок, нужно очень долго втирать вот эту вот ручку, делать сто слоев, но здесь нет, мне не понадобилось этого делать. Она с легкостью закрашивает, и не отличишь от тех же маркеров, либо даже краски. Если смотрите сдалека, то настолько плотно все это ложится, короче, просто вау. Правда, один минус, вообще всех, наверное, ручек, хоть гелевых, хоть блестящих, хоть каких, у них нет светло-телесного оттенка, и я никак не могу раскрасить ей лицо. Поэтому я взяла вот такой вот темно-коричневый цвет, хотя я под конец немного пожалела, потому что он, ну, странно как-то смотрится, не знаю. В общем, я попыталась сделать ей тени, но мне кажется, я подпортила, лучше бы просто осталось белым. Ладно, тут уже ничего не поделаешь, в принципе, как получилось, так получилось. И время у нас уже полностью вышло. В итоге вот такой вот результат за 40 минут мы получили. Хотя 30 минут, потому что 10 минут я забрала буквально ни на что. Итак, подводим итоги. Смотрите, какая у нас будет разница. Значит, первый рисунок, здесь у нас уже второй, и, конечно же, третий. Да уж, отличия явно видны. Плохо, конечно, что я запорола третий рисунок именно за светло-фиолетового оттенка, я его чуть так и не смогла найти, ну, из-за оттенка кожи. А так он мне очень нравится, особенно черный цвет, он просто шикарный. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а какой вариант вам понравился больше. Первый за 40 секунд, что маловероятно. Второй за 4 минуты, вот здесь мне нравятся глазки. И третий за 40 минут. Так, ну и под конец, как всегда, минуточка внимания для топа комментариев с прошлого видео. Большущее вам спасибо, что пишите свои комментарии и оставляете отзывы. А на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. А мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока!